Привет! В прошлом ролике я рассказывал о синтезе белка, о темпах синтеза белка и о балансе между скоростью разрушения белков, то есть между катаболизмом и синтезом, то есть созданием белков. Сегодня я от белков немножко отойду и перейду к более общей теме. В принципе просто к еде. Суть в чем? Все элементарно. Не едим, не растем. В принципе это точно так же как и не худеем. Но об этом чуть позже. По моим наблюдениям 99 человек из 100, которые тренируются в зале и пытаются хотя бы там хоть как-то прибавить в мышечной массе и в собственном весе, почему-то думают, что они собой представляют надувные шарики, а тренировка представляет собой такой какой-то мифический насос. И грубо говоря каждое упражнение воспринимается как насос, где-то на подсознательном уровне, наверное, которым берем мы там и качаем какие-то колеса, которые у нас расположены на руках, на ногах, на груди, на спине. Как-то странно. То есть такое ощущение, что мы какие-то дирижабли, которые просто надуваются из воздуха и там мы куда-то, только мы не летаем почему-то после этого. Тело состоит из определенных химических структур и из их цепочек, из физики и химии, и ткани состоят из определенных элементов. И для того, чтобы появлялись новые ткани, где-то эти элементы нужно брать, правильно? Почему считается многими, что надо достаточно там сгибать руки-ноги, усиленно, безумно тренировать, добивать свои мышцы? Это тоже выражение какое-то идиотское в принципе. Вот чего добивать? Мертвого, еще раз застрелить. И вот эта вот добивка, вот эти вот безумное количество подходов и повторений, что-то ждут. Есть, конечно, люди, которые по поводу тренинга более-менее там что-то схватывают. Даже пытаются что-то правильно делать. Только что-то из месяца в месяц, из года в год все равно стоят на месте. Ну, наблюдается там небольшой скачок силы, который зависит в принципе от связок и суставов на начальном этапе. Это способности нервной системы, потом все, все останавливается. А секрет-то простой, проблема проста, как мир. Да, вот. Недостаточно еды. Даже не еды, а калорий, которые эта еда нам с собой несет. Что такое калории? Калории это энергия, в первую очередь. Организм так устроен, что у него первая задача после нагрузок, после стрессов, после чего угодно, это восполнить энергетический баланс. То есть, грубо говоря, наполнить все баки горючим. Пока все баки горючим не наполнены, организм новые баки создавать не будет. Воспринимай свое тело, как один огромный бак для топлива. И вот этот бак поделен на кучу-кучу маленьких баков, бачков таких, которые представляют собой именно клетки, мышечные клетки и всякие разные другие. Это тоже баки. Вот эта совокупность этих малюсеньких баков представляет собой вот один огромный бак. И пока самая последняя клеточка, пока самый последний маленький бак не будет заполнен под завязку, ни о каком росте, ни о каком прогрессе в массе ты можешь даже не мечтать. Организм очень скупой, очень хитрый, очень экономный чувак. Он живет по незыбленным законам, которые не точно написаны, они у тебя просто в генном коде указаны, и ты никуда от них не денешься. Ты не сможешь это изменить. Ты не надуешься воздухом, ты не накачаешься там непонятно чем, какими-то жидкостями, еще чем-то. Это нереально. Своё тело нужно воспринимать как автомобиль, как механизм, который все время требует энергии. Без энергии автомобиль не едет, грубо говоря, нет бензина, нет дороги, движок не завозится даже, ты никуда не двинешься с места. Точно так же и твой организм поступает. Просто если ты не поел вчера, сегодня и позавчера, это еще не значит, что ты, конечно, с кровати не сможешь встать. Ты встанешь, твой организм просто на энергообмен запустит те белковые структуры, которые ты там так тщательно пытаешься сохранить и приумножить. Это замкнутый круг. Какой смысл пытаться построить что-то, если ты все равно это завтра будешь разрушать? А поверь, каждая лишняя, каждая новая мышечная клетка, это неактивная часть твоего организма. Она активна только от времени к времени, когда нужно организму справиться с нагрузкой. Все остальное время эта штука пассивная, то есть она просто требует заботы и обеспечения. Грубо говоря, для организма каждая новая мышечная клетка это абуза. Которая еще к тому же и ест. Ну, как у тебя родственник какой-то приехал, он нигде не работает, только у тебя спит и черед. Так вот, чтобы у организма не было таких родственников, он просто никогда не пустит в квартиру. Я там говорил о уровне синтеза белка в прошлый раз, заступлю сейчас от темы. Объясню кое-какую вещь. Существует такое понятие, как генетический предел. Я сейчас не буду говорить о суставах, о связках, о толщине костей, о количестве мышечных клеток, которые задаются генетически в принципе. Я скажу о другом. Что для многих генетическим пределом, одним из факторов, который складывает этот генетический предел, лучше которого ты не прыгнешь, это как раз скорость синтеза белка в твоем организме. Новички, как правило, там набирают, 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 быстро, если правильно все делать, там за год, за полтора, за два, человек разрастается там на 10, 15, 20 килограмм. То есть стартуя осветиться 60 килограмм, человек постепенно приближается к 80 килограммам, там даже 90 есть приближается. Я сейчас говорю о чистом тренинге, о бестероидном. Мы здесь о стероидах вообще говорить не будем. И потом наступает застой. Такой стоп. Так вот это значит, что организм у этого человека, допустим, возможно, даже у тебя, дошел до такой точки, в которой мышечная масса уже настолько велика. И уровень катаболизма настолько высок, что больше нет ресурсов для того, чтобы разгоняться дальше. Обмен веществ контролируется у тебя внутренними органами и состоянием нервной системы. То есть, грубо говоря, печень, почки, сердце, поджелудочная железа, желудок, кишечник. Это органы, которые имеют тоже свой ресурс. И в какой-то момент ты дойдешь до точки, в которой они уже не смогут выше напрягаться. Они не смогут обеспечивать более высокую мышечную массу, чем ты сделал на сегодняшний день. Именно вот этот вот момент и является генетическим пределом. У каждого он свой. Ну, а тут уж такое дело. Где тебе остановиться придется, ты не поймешь до тех пор, пока не будешь усиленно правильно тренироваться и питаться. Когда ты до него доберешься, ты все сам поймешь. Помнишь, я говорил, что достаточное питание должно создавать ощущение, что твоя еда – это твоя работа. В принципе, так оно и есть. Один килограмм веса тела, смотри, когда ты работаешь на массу, да, ну, образное выражение такое. Допустим, ты тренируешься правильно, все хорошо. Отдыхаешь правильно и достаточно, спишь – хорошо. Тебе еще организм нужно обеспечивать энергией, причем в достаточных количествах. Достаточное количество для роста – это называется чуть-чуть больше, чем нужно. Простые цифры, усредненные вообще, говорят об одном. Для того, чтобы набирать, нужно съедать примерно 35-40 калорий на килограмм веса тела, собственно. То есть, если ты весишь 100 килограмм, то ты не будешь расти, если ты ешь меньше 3,5 тысяч калорий в сутки. Просто не будешь. Если ты будешь есть меньше, ты будешь подсыхать или вообще становишься, уйдешь в перетренированность. Для того, чтобы стоять на месте, там достаточно, ну, допустим, поддерживать нынешнюю форму, не заплывать жиром, но и не расти. Достаточно, там, 27-30 калорий на килограмм веса тела. Если ты хочешь худеть и сбрасывать планомерный жир, то есть, количество калорий на килограмм веса тела нужно держать ниже 30, это 100%. А то и ниже 25. Отходим, маленький секрет. Профи, которых ты видишь в журналах таких монстроподобных людей, они, их процесс, их рацион и вообще день расписан между приемами пищи, грубо говоря. Люди едят по 8-10 раз в сутки. И едят очень много. То же Ронни Колман съедает где-то порядка 7-8, а то и 10 тысяч калорий в сутки. Для того, чтобы обеспечить себя вот недостаточным количеством энергии. И для того, чтобы поддерживать то мясо, которое уже на нем есть. И от этого никуда не деться. Ну, к примеру, возьмем, да, 100 грамм риса сухого, это 350 калорий, или 370. Если ты его сваришь, калории останутся те же, только объем риса увеличивается в 3 раза. То есть 100 грамм риса, это, в принципе, средняя тарелочка. Нормальная тарелка, нормальная порция риса, которая будет 500-600 калорий, это нормальная тарелка с нормальной кучкой риса. Ну, это всего-навсего 600 калорий. То есть для того, чтобы хотя бы рисом, углеводами набрать там 3000 калорий в сутки, тебе таких тарелок нужно за день съесть 5. Понимаешь, о чем я говорю, да? И это во всем. То есть тебе хотя бы первое время придется привыкнуть, потому что тебе все время нужно прикидывать, сколько калорий на данный момент лежит в твоей тарелке. Для того, чтобы не облажаться и не добрать, не дай бог. Еще один такой момент. Очень важную роль играет систематичность. О чем это говорит? Это говорит о том, что если ты сегодня съел достаточно много, то завтра еще не факт, что ты начнешь расти. Твой организм должен знать, что у него идет стабильно, постоянный приход достаточного количества калорий. Когда он будет уверен в том, что это систематически происходит, только тогда ты можешь рассчитывать на какой-то рост. Это как вот, представь себе, что у тебя ферма. Там у тебя живут коровы. Они едят, их доишь. Да, тут смотри, для того, чтобы подоить корову, что у меня было молоко, ее надо накормить. Молоко у нее там само по себе не рождается. Ну, вот, считай, что твои мышечные клетки, твои мышцы, это коровы. Пускай ты на ферме тысяча коров. Да, и у тебя этих коров чем-то кормить надо. Представь себе, сколько корма нужно запасать, для того, чтобы этих коров кормить, их потом доить. И с этого что-то иметь, чтобы они у тебя жили нормально, чтобы не дохли, не болели. Все их правильно кормить нужно. И тут ты решаешь, ты хочешь, чтобы у тебя было не тысяча коров, а тысяча сто. Скажи мне, пожалуйста, если ты не будешь уверен, что завтра тебе будет чем кормить этих тысячу сто коров, и послезавтра, и через неделю, через две, через месяц, ты заведешь дополнительно этих сто коров? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот твой организм рассматривает это точно с такой же точки зрения. Если он не будет уверен в том, что завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, он эти мышечные клетки сможет обеспечивать энергией, то есть ты сможешь обеспечивать, он их просто не построит. Ему тогда придется энергетически обкрадывать весь твой другой организм, другие мышечные клетки, которые уже есть, твои внутренние органы, твой мозг в первую очередь. Мозг, кстати, самый большой, самый важный потребитель энергии в организме. И первостепенный, нервная система первая потребляет энергию, потом все остальное. И в ущерб им, тем, которые уже есть, тем ртам, то есть семье, которая на тебе уже есть, он еще одного аглоеда и дармоеда не приведет. До тех, кто пока не будет уверен, что еды хватает на всех. Такой вот закон. Он очень жесткий и поменять его никто не сможет. Есть еще один такой момент. Понимаешь, для того, чтобы ты начал расти, твоя еда не должна быть тютелька в тютельку. Допустим, весишь ты те же 100 килограмм, так вот 30 калорийных килограмм веса тела, это будет точно то количество, которое нужно для того, чтобы сбалансировать приход и расход энергии. То есть для того, чтобы обмен веществ, коэффициент обмена веществ был нулевым. То есть ты седаешь 3000 в сутки и расходуешь 3000 в сутки. Для того, чтобы получить хотя бы 5 килограмм еще мышечной массы от своего организма, чтобы он смог их нарастить, ты еще не имея эти 5 килограмм на себе, должен уже обеспечивать их энергией. То есть, грубо говоря, ты должен переедать. То есть ты должен съедать не 3000 калорий, а 3504. То, о чем я говорил, 35-40 калорийных килограмм веса тела, это залог того, что ты будешь... Это количество еды, это количество энергии позволит тебе расти. Но есть один момент. Так или иначе, когда мы переедаем, мы слегка, может быть, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, наскапливаем, казалось бы, лишнее количество жира и воды под кожей. Это тоже нормально. У тебя есть семья, есть кладовка, в которой у тебя запасы на землю. И вот, когда у тебя появляется новый член семьи, грубо говоря, вот эта новая мышечная клетка, ты в кладовке и на него еще откладываешь запасы на землю. То есть, не имея, не скапливая какое-то количество жира под кожей, ты не сможешь расти. Ты переедаешь. У тебя появляется там... Нельзя иметь сухой пресс с сухими кубиками, при этом увеличивать мышечную массу. Это нереально. Есть люди, которым в жизни повезло с этим, в принципе, но их единицы. А может, кому-то не повезло, потому что сухой пресс, даже когда человек ест за троих, это еще не факт, что он здоров. Это иногда еще бывает причиной болезни. Точнее, болезнь бывает причиной такого сухого пресса. Так вот, большинству придется заплывать жиром. Те же профи, которые в межсезонье, никогда не фотографируются практически, ты их просто не видел никогда. У них так или иначе на боках, на животе, там на бедрах, там еще на чем-нибудь, хоть как-то жиром, но их заносит. И это нормально. Люди к чемпионату просто от которого избавляются. Вот и все. Еще один момент. Помнишь, я говорил когда-то в самом начале, что наш организм это очень-очень дорогущий, самый дорогой механизм автомобиля, из тех, которые можно себе представить. Так вот, если, допустим, у тебя в Ламборджине, или в Феррари, или в самолет, бизнес-классе, или класса люкс, ты же, наверное, дорожил бы, да? Ты бы никогда не позволил себе залить в механизм этот дешевое, когда паршивое отработанное масло, или паршивое низкокачественное топливо, о котором ты вообще не уверен. Все было бы соответственно цене твоего механизма. Твой организм еще более требователен. Просто иногда ты этого не замечаешь. Но он все замечает и все запоминает. Все обиды он так или иначе носит в себе. И вот в организм тем более нельзя забрасывать какое-то фуфло. Грубо говоря, чем качественнее пища, которую ты потребляешь, чем качественнее энергия, которую ты им удаешь, тем больше отдачи от нее ты получаешь. Есть люди, которые едят по 7-8 тысяч калорий, но при этом не растут, а просто заливаются жиром, и у них морды весят килограмм по 50. Это говорит о том, что эта энергия некачественная, она неэффективная. А есть те, кто едят жестко, классно, практически один в один. 3-4 тысячи калорий, при этом вес этом килограмм 105-110. Очень жесткой, плотной, хорошей массы. Они просто правильную еду кушают. То есть нельзя в себя бросать какой-то ГМО там, или фастфуд, или еще что-то, запихиваться этой сранью непонятно сколько раз в день, и при этом хотеть, чтобы твой организм что-то из этого полезного извлекал. Там нет ничего полезного. Тебе придется полюбить то, что большинство людей не любит. Правильная еда, как люди, когда как-то выражаются, правильная еда, она вся невкусная. Та же куриная грудка, филе, да, там, рыба, мясо. В принципе, тебе не стоит заморачиваться о, скажем так, о нюансах этого продукта. Пацан должен понимать, что не кушая нормального количества мяса, рыбы, птицы, яиц, кисломолочных продуктов, кашу, любые крупы, да, там, даже тот же хлеб, грубого помола в больших количествах тут работает. Если у тебя нет этого в расходе в нормальном количестве, ничем другим ты это не заменишь. картошкой с фастфуда, гамбургерами, там, какой-то лапсой быстрого приготовления, это все отрава. Ты этого не ощущаешь, возможно, пока. Я думаю, что когда ты перейдешь на более правильно, качественное питание, ты поймешь, какие перемены в тебе начинают происходить. И вот сейчас буду уже закруглять этот маленький семинар. Есть одна маленькая открытая штука, которую, в принципе, мало кто понимает, мало кто знает. Ну, это факт. Играясь самими нутриентами, ну, нутриенты, это составляющие твоей пищи, белки, жиры, углеводы, играясь балансом, соотношение их, можно добиваться поразительных результатов. То есть, всем, в принципе, известно, что для того, чтобы сжигать жир, я об этом там в следующих роликах буду рассказывать, достаточно урезать количество калорий, не критические только, и там достаточно жестко срезать количество углеводов. Но при этом жиры полностью убирать нельзя. Все решает баланс. Сколько чего. От чего-то одного избавляться полностью, в принципе, нельзя. Я сказал, в принципе, потому что есть моменты, когда можно ненадолго. Я как-нибудь, когда мы перейдем к углеводам, я тебе расскажу пару таких игрушек, которые, в принципе, потребуют математического подхода, то есть, скрупулезного, дотошного подсчета. Но если ты сможешь в себе это развить, сможешь удержаться, вытерпеть этот подход, дотошный, когда ты подсчитываешь все, ты сможешь, в принципе, просто с помощью собственного питания и игры с белками и углеводами добиться эффекта, который будет явно не слабее, чем эффект атомоболических стероидов, который, в принципе, и большинство людей нормально не получает. То есть, можно очень сильно удивиться, когда ты видишь, как простые углеводы, ну, элементарные вещи, как те же каши, хлеб, там, еще что-то, которые ты обычно в обычной жизни ел, ничего такого не ощущал, тут начинает тебе работать, как, я не знаю, как высококачественное топливо, которое ты прямо ощущаешь, как оно в тебя поступает, как тебя разрывает от его количества. Ну, обо всем давай по порядку, по чуть-чуть. Есть еще один момент. Идя до определенного веса, до определенной интенсивности, тебе придется питаться даже по ночам. Это нормально. Особенно, когда в твоем организме включается момент эффективного и продолжительного роста, интенсивного. Твоя еда требуется тебе постоянно. Ты, наверное, замечал, что иногда, как-то случайно, возможно, включается как жор какой-то, когда ты, ну, готов есть все, что ты видишь. Причем ты поела, тебя опять тянет к еде, опять и опять. Это нормально, этому надо радоваться. Хуже, когда аппетита нет. Это значит, что ты заболел. Либо твой организм заболел, ты этого просто не ощущаешь. В любом случае, сбои в обмене веществ, это так или иначе беда. То есть, кушать должно хотеться постоянно. И тем более ночью. Ребята, которые у меня тренируются, они, в принципе, уже привыкли к тому, я многих предупреждаю, кто этого еще не испытывал. Но остальные уже привыкли к тому, что часа в три ночи, примерно в одно и то же время, кого-то в полтретьего, кого-то в четыре утра, где-то вот в диапазоне, там, с трех до четырех, и будет какой-то невидимый будильник, который уже не позволяет заснуть, просто человек просыпается от безумного голода, и у него ничего не остается, он как заложник ситуации, встает, идет к холодильнику, открывает его, и просто берет, греет больше, и тут же его из кастрюли ест. И только после этого он в состоянии заснуть. Это тоже нормально. Если ты растешь, то ты ешь. Это значит, что в твоем организме создались условия, которые просто требуют колоссального количества энергии. И не давать ему эту энергию, ну, это просто грех, ну, ты просто сам себе все перечеркиваешь. Я попозже, в следующем, там, когда с углеводами будем играться, буду рассказывать про углеводы, и как с ними работает, я расскажу, какие есть способы, какие для того, чтобы раскрутить обмен веществ на безоблачные высоты, на максимум, на тот максимум, который ты можешь получить из своего организма. Грубо говоря, как повысить октановое число бензина, который ты потребляешь, до максимально возможной отметки. Какое возможно? Представь себе, что сейчас ты питаешься 76-м бензином, да? И как-нибудь попозже, там, через пару-тройку роликов, я тебе расскажу, как это поднять до 92-95-98, или до 100. Я об октановом числе бензина, соответственно, о качестве еды. Ну, обо всем давай по порядку, а то слишком много информации будет. Продолжайте смотреть видео, которое будет чуть попозже, да, в конце ролика я всегда запускаю нарезку из тренировки. Сейчас пока не было большого количества комментариев к этому тренировочному процессу, но именно в следующем ролике я расскажу именно об этой схеме и об этой программе все, что о ней нужно знать. А пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А как это? Ну, давай, давай. Надо выключить, да? Да, да. А как это? А как это? Вдох. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok